Всё больше новостей поступает также из Грузии. Там двоевластие, а в центре внимания преступления режима Саакашвили, которые на Западе называли не иначе, как молодой, вибрирующей демократией. Похоже, однако, что Саакашвили довибрировал. Во всяком случае, сразу после его поражения на парламентских выборах, многие видные члены его команды поспешили уехать из Грузии, а ряд оставшихся уже оказались за решёткой. Причина – грехи так называемой демократической эпохи Саакашвили. Грехи, которые сегодня выходят на свет, рассказывает Рамиль Гатаулин. Вести об арестах бывших высокопоставленных чиновников Грузии теперь приходят из Тбилиси с завидным постоянством. Под следствием уже находятся экс-министр внутренних дел Грузии, руководитель генеральной инспекции этого же ведомства, начальник Объединённого штаба вооружённых сил, вице-мэр столицы. Вскоре за решётку может отправиться и бывший премьер-министр страны Ваном Миробишвили. Бывшие власти одной рукой якобы махали флагом с надписью «Демократия», а другой рукой просто рыли яму для ещё не поднявшейся с колен грузинской демократии. Министры, которые выполняли свои конституционные обязанности, обычно никуда не бегут. Тем более из страны, которая является якобы лидером в региональной демократии. Действительно, после того, как единое национальное движение Михаила Саакашвили проиграло парламентские выборы, страну покинули несколько ключевых игроков президентской кампании. Многие в Грузии считают нынешние аресты настоящей борьбой с коррупцией. А вот сторонники президента Михаила Саакашвили обвиняют пришедшую к власти коалицию «Грузинская мечта» и нового премьера Бедзину Иванишвили в наступлении на свободу. В этой ситуации западные политики и журналисты безоговорочно приняли сторону Саакашвили. Они пытаются вынудить новые власти Грузии закрыть громкие дела, называя это охотой на ведьм и сведением счетов. Никакой охоте на ведьм речи быть не может. Какая может быть речь об охоте на ведьм, когда за каждым из высших представителей этого режима там по нескольку трупов, понимаете, это в течение девяти лет осуществлялись убийства, незаконные аресты, отъем собственности у неугодных лиц и целый ряд других нарушений, нарушений прав человека. Вот свежий пример демократии по Саакашвили. 26 мая прошлого года в Тбилиси жестоко разогнали мирную демонстрацию протеста. На следующий день представители МВД заявили, что обнаружили на крыше соседнего магазина тела двух оппозиционеров, Ники Кентрадзе и Сулико Осетяне. Якобы они погибли от удара током. Однако Олег Жвания, владелец того самого магазина, утверждает, что это не был несчастный случай. И тела на крышу подбросили сами полицейские. Они мне просили, чтобы я подтвердил, якобы это был несчастный случай. Я отказался. Пригласили, что будут проблемы. Чтобы я хорошо одумался. И чтобы я подтвердил. Подвердил то, что они предлагали. После этого, спустя 3-4 дня, меня арестовали. Олега Жванию продержали в тюрьме несколько месяцев. Потом осудили на 6 лет условно. Но за что, он до сих пор не знает. Материалов дело ни ему, ни его адвокату так и не показали. Статистика, она озвучена была и в годовом отчете Госдепартамента США. Что оправдательный приговор по уголовным делам был вынесен в одной десятой части процента от всего количества рассмотренных судом. Эта цифра у Лаврентия Берия, когда он был первым секретарем ЦК Грузии, было 7%. Примитивная альфметика говорит о том, что 70 раз куманнее был суд Берия, чем суд Саакашвили в Грузии. Это все исходило из верховной власти. Кого арестовать, что приписать, насколько посадить, как с ним обращаться в тюрьме. На днях обновленный парламент признал около 200 заключенных политическими узниками. В этом числе четверо наших соотечественников, которые два года назад грузинские власти обвинили в шпионаже в пользу России. В списке есть и политэмигранты, самый известный Иракли Акруашвили. Долгое время он был на самом олимпе грузинского эстеблишмента, пока не осмелился в прямом эфире обвинить Михаила Саакашвили в коррупции и причастности к убийству Зураба Жвани. После этого Акруашвили арестовали, обвинили в уголовных преступлениях. А потом все увидели эти кадры, на которых бледный Акруашвили признается, что оболгал честнейшего человека, президента Саакашвили. Мои заявления были сделаны для получения политических дивидендов, а также для моего более выгодного политического положения. Как только ролик показали в новостях государственного канала, Акруашвили выпустили, и он уехал во Францию, откуда смог вернуться только на днях. Новые власти намерены возобновить следствие по делу о смерти бывшего премьера страны Зураба Жвани, а также многих других политических деятелей и рядовых граждан, погибших при сомнительных обстоятельствах. Если, конечно, им хватит сил противостоять давлению извне и внутренней оппозиции. Все грузинские послы назначенцы Саакашвили, и они откровенно саботируют Иванишвили. Две недели назад посол Грузии в ЕС отказался встречать премьера, когда тот прибыл в Брюссель. Информация о ситуации в Грузии идет на запад в основном от сторонников Саакашвили, которые всегда преуспевали в пиаре, сетует известный дипломат Тедо Джапаридзе. Это большая проблема для новых властей страны. Процесс смены грузинских послов, который обсуждался Министерством иностранных дел с Советом национальной безопасности, приостановлен президентом Саакашвили. Его представители остались в регионах. Часть из них добровольно уходит, потому что понимают, опять-таки, что морального права руководить своим районом, регионом, они не имеют народа, люди не хотят им подчиняться. Ну как тут работать, когда люди тебя не любят, когда люди устраивают пикеты, когда тебя освистывают и прочее, прочее. Поэтому я думаю, что реально предпринять что-то Саакашвили не сможет, но вот какие-то мелкие такие попытки нагадить, ну будут. Кстати, сказ о том, как Саакашвили победила коррупцию в республике, не более чем миф. По данным Всемирного банка, при Шварнадзе доля теневой инфраструктуры в экономике Грузии была на уровне 67%. Сейчас, через 9 лет после революции Рос, 72%. В следующем году по конституции Михаил Саакашвили лишится поста президента. И, похоже, лидера революции Рос ждет участь Пиночета, которого соотечественники проклинают за преступления хунты в годы его правления. Впрочем, после Пиночета чилийцам осталась развитая экономика, а грузинам после Саакашвили одни миражи. Ромель Гатаулин, Георгий Чумбуридзе, Александр Спорошев, аналитическая программа по скриптам Тбилиси, Москва. Режим, созданный Саакашвили, вполне уместно назвать хунтой. И в эту хунту, пусть и в демократическом обличии, Соединенные Штаты и другие страны Запада сделали большие политические вклады. А потому они не заинтересованы, чтобы правда вышла наружу, и всеми силами пытаются выгородить своего политического агента, призывая новое правительство не проводить аресты. Иначе, видите ли, это будет охота на ведьм. Об этом недавно говорил Тбилиси замгоссекретаря Соединенных Штатов Филипп Гордон. Об этом же пишет и западная печать. «Дурная мечта Грузии» – так назвала свою редукционную статью на эту тему британская газета Financial Times. По ее мнению, партия Иванишвили «Мечта Грузии» рискует впасть в истерию политических преследований. С момента выборов, пишет Financial Times, премьер-министр начал расширяющуюся кампанию против политиков и официальных лиц, связанных с Саакашвили. Прошла волна арестов чиновников и бывших министров. И это очень беспокоит Запад. Так что же страны Запада отстаивают в Грузии? Демократию и права человека или дружественную им хунту? И что для них важнее – верховенство права или все же защита своего политического клиента?